Вокруг войны в Чечне ходит множество слухов и мнений. Где-то правда, где-то ложь. Мы решили сделать конкретное и четкое видео, в котором собрана исключительно официальная информация о тех страшных событиях. Огромное количество людей хочет знать, что же тогда произошло и почему. Мы собрали предпосылки, ход событий и переломные моменты в одном небольшом видео. Так что надеемся на поддержку в виде лайка и комментарий с вашим мнением. В эфире новости российского телевидения. Канун Дня Российской Конституции отмечен двумя событиями. Улицы городов украшены национальными флагами, а в Чечню сегодня на рассвете введены войска. Первая Чеченская война, также именуемая как операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне, началась 11 декабря 1994 года. Именно в это время Россия ввела войска в Чечню, именуемую тогда республикой Ичкерия. Способствовал этому подписанный несколькими днями ранее указ Бориса Ельцина о мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской республики и в зоне Осетина-Ингушского конфликта. Но начнем рассказ с самого начала, с причин боевых действий. В преддверии развала СССР в некоторых республиках начали возникать сепаратистские настроения. Так, в июле 1991 года Общенациональный Конгресс Чеченского народа заявил, что самопровозглашенная Чеченская республика не входит в состав СССР. В сентябре боевики партии ОК Чен ворвались на сессию Верховного Совета, вследствие чего погиб глава Грозненского отделения Коммунистической партии. Позже состоялись выборы президента и парламента республики, на которых победил бывший генерал советских военно-воздушных сил Джохар Дудаев. После победы Дудаев провозгласил независимость в Чечне. В июне 1992 года Чечен-Ингушская автономная республика раскололась надвое в ходе вооруженного конфликта с другой российской республикой – Северной Осетией. Затем вновь созданная республика Ингушетия вошла в состав Российской Федерации, в то время как Чечня провозгласила полную независимость от Москвы в 1993 году как республика Ичкерия. Следующий период 1993-1994 годов называют гражданской войной в Чеченской республике. Углобляться в него сегодня мы не будем. В то время в республике совершались множественные грабежи и убийства. По оперативным данным МВД России, в те годы на территории Чечни ежегодно совершалось до 600 умышленных убийств. Также не обходилось без захвата заложников. По некоторым данным было похищено и незаконно удерживалось около 1800 человек. Несмотря на это, в 1993 году Россия выделила республике 11,5 миллиардов рублей. С лета 1994 года в Чечне вспыхнули столкновения между оппозицией и войсками Дудаева. По неофициальной версии говорят и об участии в этом противостоянии российских военных. 30 ноября Ельцин подписывает упомянутый выше указ и уже 1 декабря российская авиация ударила по аэродромам Калиновская и Ханкала. Три группировки российских войск вошли в Чечню с разных направлений. С запада из Северной Осетии, с северо-запада из Моздокского района и с востока с территории Дагестана. Восточная группировка была блокирована в Хасавюртовском районе Дагестана местными жителями. Западная группа также была блокирована местными и попала под обстрел. Первым крупным столкновением была битва за село Долинское, расположенное в 25 километрах от Грозного. Тогда российская колонна была обстрелена из системы ГРАД. В результате обстрела погибло 6 офицеров ВДВ, еще 13 были ранены. По словам одного из чеченских командиров, Хусейна Иксанова, российские войска потеряли в битве до 200 человек. В середине декабря российские военные подошли к Грозному. 31 декабря начался штурм Грозного. Город обороняла 15-тысячная чеченская группировка. На улицах развязались ожесточенные бои. Так, одна из группировок российских войск потеряла 85 человек убитыми и 72 пропавшими без вести. К исходу 1 января в нем оставалось около 30% списочного состава. К концу января российские военные контролировали примерно треть города. Блокада города началась только в феврале 1995 года, что позволило ОГВ занять Грозный. В результате штурма часть города лежала в руинах. Далее столкновения продолжались в горных и равнинных районах Чечни. Сепаратисты, в свою очередь, совершали ряд терактов. 14 июня 1995 года группа чеченских террористов численностью 195 человек во главе с полевым командиром Шамилем Басаевым на грузовиках въехала на территорию Ставропольского края и остановилась в городе Буденовске. Террористы взяли в плен около 2000 заложников. Их требования были следующими. Прекращение боевых действий, вывод российских войск из Чечни, ведение переговоров с Дудаевым при посредничестве представителей ООН в обмен на освобождение заложников. Со стороны России была предпринята попытка штурма здания больницы, в котором находилась группировка. Однако она не увенчалась успехом. Террористам были предоставлены автобусы, на которых они вместе со 120 заложниками прибыли в чеченское село Зандак, где заложники были отпущены. По официальным данным, в ходе теракта погибло 143 человека. В результате теракта с 19 по 22 июня в Грозном прошел первый раунд переговоров между российской и чеченской сторонами, на которых удалось достигнуть введение моратория на боевые действия на неопределенный срок. Позднее договорились об обмене пленными. Соглашение о временном перемирии нарушали обе стороны. Так, на командующего объединенной группировкой войск генерала Романова было совершено покушение, в результате которого он оказался в коме. В свою очередь были нанесены удары возмездия поселом. 8 октября была предпринята неудачная попытка ликвидации Дудаева. Были нанесены авиационные удары по рожь Ничу. Однако российское командование отрицало причастность федеральных сил. В январе 1996 года в городе Кизляр отряд боевиков из 256 человек совершил еще один террористический акт. Они взяли в плен 3000 жителей, а также напали на российскую вертолетную базу и оружейный склад. В ходе переговоров удалось договориться о предоставлении боевикам автобусов до границы с Чечней, взамен на освобождение заложников, которых предполагалось высадить у самой границы. Боевики захватили село Первомайское, после чего побежали в Чечню. Потери российской стороны, по официальным данным, составили 78 человек погибшими и несколько сотен ранеными. 21 апреля 1996 года российским войскам удалось ликвидировать главу боевиков Джохара Дудаева. По его кортежу был нанесен авиаудар. В преддверии президентских выборов в России было заключено перемирие, в ходе которого должен был произойти вывод российских войск с территории Чечни, а также разоружение сепаратистов. 3 июля 1996 года действующий президент Российской Федерации Борис Ельцин был переизбран на пост президента, и уже через неделю боевые действия возобновились. В августе сепаратисты провели операцию «Джихад». Они предприняли попытку контрнаступления, в результате которого вошли в Грозный, а также захватили города Гудермес и Аргун. 31 августа представителями России и Чкерии в городе Хасавюрте были подписаны соглашения о перемирии. Российские войска полностью выводились из Чечни, а решение о статусе республики было отложено до 31 декабря 2001 года. Последнее означало, что Чеченская республика остается непризнанной. По данным обнародованным штабом ОГВ, после окончания боевых действий потери федеральных сил составили 4103 человека убитыми, 1231 пропавших без вести и дезертировавших пленных, 19794 раненых. Однако, по данным, собранным группой исследователей во главе с генерал-полковником Кривошеевым, потери федеральных сил составили 5042 человека. По данным же Комитета солдатских матерей, потери составили не менее 14 тысяч человек убитыми. Потери сепаратистов, согласно данным российской стороны, составили 17391 человек. Однако, чеченские данные говорят о трех тысячах убитых. Друзья, на моем канале вышло видео о самых странных президентах в мире, в прошлом главе Туркменистана Гурбангулы Берды Мухамедови и нынешнем его сыне Сердаре. Гурбангулы вообще перешел все рамки, читая рэпы и заставляя молодоженов танцевать под его песни, запретив очереди на улицах, выиграв скачки, слетев с коня и многое другое. Он просто круче Ким Чен Ина. Его сын, когда недавно пришел к власти, устроил настоящую тюрьму для женщин. Теперь им запрещено все. Даже ездить в машине. Не за рулем, а вообще. Обязательно переходите по ссылке в описании и смотрите большое видео. И на канал тоже подписывайтесь. Жду. История противостояний в Чечне на этом не заканчивается. Через несколько лет начнется Вторая Чеченская война, также называемая контртеррористической операцией на территории Северо-Кавказского региона. Если хотите продолжение, то обязательно напишите об этом в комментариях, и мы выложим видео о Второй Чеченской войне. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok